В течение данного курса я буду часто просить вас исполнить тот или иной код в интерпретаторе. Это связано с тем, что я считаю, что невозможно изучить язык Python без практики, а также что даже теоретические знания языка Python должны быть не только в голове, но и в ваших пальцах. Поэтому я рекомендую следующий формат прохождения видеофрагментов. Вы сначала открываете в соседнем окне интерпретатор, и лишь потом начинаете просмотр видеофрагмента. И если в течение видеофрагмента я говорю что-нибудь в духе «давайте исполним код из примера» или «давайте проследуем к примеру со слайдов», то вы ставите видео на паузу, и здесь у вас есть две возможности. Вы можете либо сначала прослушать мои комментарии, понять их, и потом запустить этот код, либо наоборот, вы можете либо сначала запустить код, попытаться понять, что там происходит, а затем прослушать мои комментарии и сравнить. Несмотря на кардинальное различие этих двух подходов, оба они хороши тем, что вы запускаете код из примера, а это сильно увеличивает понимание и, как следствие, запоминаемость материала. Поэтому я советую вам выбрать тот формат, который вам наиболее удобен, и его использовать. Из интерпретаторов я бы посоветовал два. Это стандартный интерпретатор Python 3, и это IPython. Конкретные инструкции по установке каждого интерпретатора на разные операционные системы вы найдете в следующем шаге. Продолжение следует...